Продолжение следует... Вместе с этим актриса старается серьезно фильтровать то, что выдает публике о своей личной жизни. Говорят, что в свое время Лядова увела из семьи Владимира Вдовиченкова. Ради молодой красавицы он оставил аж четвертую жену. С возрастом приоритеты Елены сильно поменялись. Недавно она все же выкрыла время и пообщалась с братьями-верниками. Актриса рассказала, как живет сейчас и почему все же не появляется в совместных проектах с супругом. Судя по всему, замужество сильно повлияло на Лядову. Актриса призналась, что уже давно отказалась от общения с друзьями. Муж и работа всецело это компенсирует, поэтому увидеть Елену на душевных посиделках уж вряд ли получится. Я перестала общаться с подругами, друзьями. Мне это не нужно. Мне достаточно представить, что я на встрече, а не идти. Лучше останусь дома, сообщила актриса. При этом проводить время вместе с Вдовиченковым на одной съемочной площадке Елена тоже не спешит. По ее мнению, участие сразу двух известных актеров в одном проекте вызывает у зрителей смешанные чувства. В двух фильмах проекты «Батя и тварь» мы снимались. На мой взгляд, есть некая спекуляция в том, что два известных актера участвуют в одном проекте, рассуждает артистка. Публика в этом заявлении обнаружила неожиданный намек на мастера и Маргариту с Цыгановым и Снегирь в главных ролях. Уж не зависть ли взыграла с Лядовой, судачит интернет-пользователи, ведь в последнее время актерские дела ее супруга идут неважно. Театральные критики, мягко говоря, не в восторге от Вдовиченкова, который якобы не тянет даже пьесы Чехова то ли в оправдание мужа, то ли по собственной наивности Лядова, подметила, что она сама, в общем-то, ни с Чеховым, ни с Достоевским особо не знакома, поэтому все дело однозначно в уловках режиссеров. Продолжение следует...